здрасте дорогие друзья ну вот утро нового дня я проснулся сейчас я вам покажу где я ночевал давайте я сразу разверну камеру вот по сути то место где я ночевал вот граница это манитоба скоро я въеду провинцию манитоба вот такое вот такая вот парковка в данном случае я первый раз я видел есть вот такой вот туалет а так ничего подобного принципе я нигде не видел кто-то там сейчас щемится проехать в общем все тесно все тесно возле дороги спать конечно без берушь невозможно потому что все-таки кто-то ездит когда проезжают грузовика это очень без берушь хорошо слышно что еще хотела я сказать значит вчера после того как я выехал из ну как я вам проводил стрим там было снежный занос я показал вам какой я выехал проехал я недолго проехал я наверное километров 100 может быть 120 и снова была заблокирована дорога там уже не было никакого снега на асфальте совсем никакого дорога была абсолютно сухая вот так вот природа где-то навалит снега где-то нет вот но из-за чего была закрыта дорога в общем у кого-то с трейлера с флэтбэда у кого-то упали такие здоровенные тюки сена и в общем из-за этого сена вся трансканадская дорога была перекрыта еще часа на четыре я даже умудрился лечь спать то есть мы стояли вот вы видели одна линия одна полоса в одном направлении и одна полоса в другом то есть я стоял просто на полосе также точно как и все остальные и даже умудрился лечь уже спать потом когда начали пропускать просто те машины грузовики которые едут тебе навстречу и они видят что ты стоишь понимаешь что ты там уже спишь они просто начинают гудеть и ты понимаешь что в общем то время пришло движению в общем такие вот дела вчера я проехал 500 с небольшим километров вот это конечно расстраивает потому что я должен был проехать где-то тысячу и в принципе сегодня я должен был уже вечером подъезжать к родиру моему месту куда я еду это между эдмонтоном и калгари но сегодня я никак не приеду поэтому надеюсь я доеду в пятницу надеюсь никаких погодных неприятностей не будет вот в общем это начальная начальные кадры моего видео я сейчас хочу позавтракать давайте я вам покажу что мне катя приготовила с я взял с собой вот такая вот макароны и тефтели или как это такие вот круглые шарики мясные сейчас мы этого разогреем я сделаю при trip inspection и мы поедем счета наверное стена валилась может конечно они расширяют а может просто обвалилась я не знаю в общем вот так вот а я возле стены ночевал стрёмно до винипега 220 километров утром я правда не не утром еще вечером я обнаружил что у меня с левой стороны не горят в трейлере габариты но я созвонился с механиком он сказал там где-то обрыв ну пока день я я пока еду к вечеру надо будет этот обрыв найти вчера вчера короче говоря был был была такая ситуация но как вы видите вся дорога насколько я знаю до винипега она вся будет в одном направлении одна полоса но вот здесь вот участок был какое-то время для обгона две полосы теперь она опять сужается до полоса в одном направлении какой-то урод не знаю какой национальности не хочу грешить в одну тут очень много индусов пакистанцев в общем какой-то номер ван булшит гай в общем выехал навстречу мне на мою полосу еще и на изгибе выехал навстречу мне нам на изгибе короче говоря вот вот это мне не нравится такая езда когда их навстречу тебе в лоб в лоб может какой-нибудь номер ван булшит гай врезаться кто-нибудь из вас видел фильм туман если нет то советую посмотреть фильм я считаю нужно показывать в школах абсолютно каждому ребенку если кто не видел почему мне на вспомнился этот фильм потому что я вот тут в тумане еду значит еду сейчас по 17 хайвею который находится но это еще провинция онтарио когда я пересеку границу провинции и въеду в манитобу это будет уже хайвей номер один до границы недалеко ну и как я сказал туда-сюда там 200 километров и город винипек кто не знает винипек это родина винипуха могу рассказать историю во время второй мировой ну как они здесь называют мы называем велико отечественное они вторая мировая по моему моряки из канады каких-то там кораблях в общем-то приплыли в европу по моему слышите вот я запомнил забыл я писатель который написал с эту сказку историю про винипуха он в англии жил или во франции по моему все таки в англии моему в англии но я не уверен вы меня можете поправить в общем они приехали приплыли в англию на кораблях и семья был медведь которого они где-то подобрали в районе города винипек они его так и назвали этого медведя медведя винипек но потом отдали его в зоопарк ну там его имя переделали на свиньи бега на винипух ну а ребенок писателя очень любил приходить в этот зоопарк смотреть на этого медведя ну и писатель написал такую историю якобы про своего сына и медведя винипуха который из винипега так что едем на родину винипуха подъезжаем провинции манитоба такая здесь обстановка сейчас вот мы должны пересечь границу между онтарио и манитобой учета деревья рубят может они решили все таки расширить да похоже на то они решили расширить дорогу вот это хорошо потому что это какое-то позорище транс канадская магистраль автомобильная по сути это артерия страны и вот такое вот убожество да наверное вот смотрите с левой стороны они все срубили ну тут работа дофига но ладно главное что похоже на то что они будут делать это же и тоже это только я вот проехал на данный момент из манреаля сюда по такой дороге я проехал 2242 километра и только манитобе начинается по ходу строительства расширенной дороги наверно к моей пенсии они это все закончат ну дай бог чтоб пенсии закончили денег нет зато зато джастин трудо решил кучу беженцев принять а где тут это манитоба но а что еще вот сейчас я не напомнила здесь хотя бы есть вот указатель что будет будет съезд на какой-то там рестерри а я вчера я вчера ехал и там вообще было непонятно там были но это большая тут понятно тут есть указатель большая рестере а там где я ночевал там вообще не ясно и вот буквально ты и ночью начинаешь замечать в тот момент когда она как раз у тебя по правому борту и при этом ты едешь там километров там 80 90 и потом бац ты видишь рестерри а маленькая такая вот стояночка остановочка ну и все и ты ничего уже не можешь сделать тормозить ты не будешь и я проехал наверное таких остановочек штук 8 и при этом еще сзади тебя едет какой-то о манитоба вот вам граница и при этом сзади тебя еще едет какой-нибудь так а я не понял где расширение дороги вот это все кусочек все это мы уже с вами в манитобе и при этом еще сзади тебя едет какой-нибудь индопакистанец который вообще нихрена не соблюдает дистанцию и затормозить в общем-то особо и не получится так что вот так так здесь где-то с левой стороны должна быть вот это наверно мама я не видел чтоб она была открыта весовая она была закрыта до разгрузки мне еще 1641 километр сегодня вроде я посмотрел погода вроде нормальная и я постараюсь проехать 1200 километров для того чтобы в пятницу утром или но где-то в обед в районе 12 чтобы быть на разгрузке а загрузка у меня перенесли на понедельник так что мне придется субботу воскресенье придется там торчать до понедельника и ждать загрузку если бы я вчера нормально бы проехал то у меня были бы все шансы разгрузиться и загрузиться в пятницу и субботу воскресенье я ехал бы назад но увы ну все правильно я помнил когда заезжаешь манитоба дорога начинается уже в общем человеческая дорога начинается с две полосы в одну сторону нам в другую сторону другие две полосы как в америке не помню я вся ли она такая но в общем таких участков здесь хотя бы они будут встречаться до самой манитобы такую дорогу я так и не увидел ни разу от самого манреаля сейчас вот на еду 105 этот едет быстрее меня обычно в канаде скорость заблокирована на 105 то есть он в принципе быстрее меня ехать не должен в общем как-то едет мне надо будет заправиться я не буду заправляться в винипеге как я планировал мне хватит по крайней мере доска за 100 соскочевана у меня есть солярки хватит на 1500 километров а мне да до моего места разгрузки 1607 соскочевание будет чуть чуть дешевле вот посмотрите манитоба здесь очень ровная такое вот такая вот поверхность очень ровная особых каких-то тут холмов и гор нет все ровное и за те два раза которые я здесь когда-то был это было зимой я помню что здесь очень сильные ветры и снег снег такими знаете потоками очень эффектно так пересекает шоссе так как будто знаете как вода льется вот поэтому здесь очень сильный ветер зимой особенно и очень много комаров но на комаров я еще не попадал потому что я ездил зимой вот а летом наверное наверное придется я не знаю мучиться с этими комарами лобовое стекло не знаю как я вам буду снимать потому что и так лобовое стекло летом тяжело держать его в чистом состоянии ну ладно разберемся в этот раз я с собой не взял кроме осмопакет я с собой не взял правда я их взял две но они у меня всегда с собой я не взял никаких гоупро а так в принципе я намереваюсь их развесить в разных местах там где-то на крыше где-то слева там от грузовика так чтобы колесо на колесо направить в общем начну скоро начну делать видео поинтересней и еще сегодня мне пришлось я решил сегодня купить осмопакет 2 она лучше там звук значительно будет лучше потому что пока этот звук в общем далек от идеала в общем готовлюсь к новой к новому роду съемок до Виннипега я еще не доехал как я сказал останавливаться там я не буду в Виннипег я заезжать тоже не буду так что в принципе я думаю ребята на для этого репортажа хватит я не буду делать очень длинные я буду стараться их выпускать просто как можно чаще такие минут по 15 но почаще все до новых встреч пока до новых встреч